Мы с вами находимся на первой битве ученых в городе Севастополе, Science Slam Севастополь. У нас начинается прямая трансляция и сейчас на протяжении часа будут собираться гости, мы будем их встречать, задавать им вопросы, брать интервью, познакомимся заранее с участниками, со слэмерами, людьми, которые будут участвовать в этой битве. А само шоу начнется в 18 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На это ушло пару занятий. Потом начались наши презентации. Сначала они были никакие, но потом мы начали их дорабатывать. И потом все пошло до оттачивания нашего выступления. Самое сложное – это упростить свое выступление до такой формы, чтобы это было понятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это было замечательное время подготовки. Спасибо нашим организаторам. Они действительно подошли к этому со всей серьезностью, ответственностью. И мы занимались с актером. Актер нас обучал актерскими штучками, всяким интересным упражнениям, которые необходимы для того, чтобы улучшить свою речь, чувствовать себя свободнее на сцене. Мы с ним привыкли к своим исследованиям, да, и мы привыкли к рассказывать одним языком. А нам была необходима помощь ребят, чтобы они услышали нас со своей стороны. И показали, как лучше все-таки интерпретировать свои антитаты для большего отруга людей. Ребята занимаются интересными темами, черные дыры вообще для всех, да, какой-то мрак. Ну, вот студенты, они как бы молодцы. Я бы, допустим, в их возрасте не смог бы так, ну, так доложить свою работу. Ну, Катю я знаю давно, она тоже, как бы, толковый-толковый океанолог, хоть и занимается там с вашим. Мои коллеги частенько надо мной смеются. Дело в том, что океанологи, они, как правило, занимаются исследованиями океанов, морей, различных процессов. А я изучаю стиван. И, знаете, они меня спрашивают, там, Катя, ну как там твое болото? Или как там твое сердце, еще не высохло? Ну, все равно, и все ребята способны, мне кажется. Я считаю, что современная наука не может существовать без поддержки обществу. И поэтому каждый ученый, уважающий себя, он просто обязан уметь рассказать про свои исследования. Поэтому я сам над собой работаю и стараюсь свои исследования, свои идеи донести до широкой публики. Я веду астрокружок, я веду публичные лекции в университетах, я езжу на конференции, читаю там доклады, слушаю других. Это самая лучшая тренировка. Еженедельно мы собирались с ребятами, мы слушали друг друга, давали какие-то комментарии, помогали друг другу. Ну, что понятно, что не понятно. Мы все-таки специалисты в разных областях, и чтобы не знакомы с областями друг друга, поэтому это очень полезно для того, чтобы простой обычный человек, который не знаком с тем, о чем мы будем рассказывать, смог понять. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!